Приветствую снова любителям нумизматики. Сегодня мы рассмотрим две разновидности современного рубля 2014 года Московского монетного двора регулярного чекана. В двух словах расскажу о монетах нерегулярного чекана. 1 рубль 2014 года Московского монетного двора немагнитная. Нестандартная монета выполнена с заготовки 2009 года медно-никелевого сплава. Известно несколько вариантов. Ориентировочная цена 50 тысяч рублей. 1 рубль 2014 года Московского монетного двора выполнена с заготовки 50 копеек. Известна в единственном экземпляре, найдена в столице. Другими словами, это брак, ошибка металла. Монета магнитная, оценочная стоимость более 50 тысяч рублей. Известна также экзотическая перепутка с аверсом 1 рубля 2014 и аверсом 50 копеек 2014 года Московского монетного двора. Известно пока тоже один экземпляр. Поистину раритет. Также в двух словах о памятном рубле 2014 года. Это сталь с никелем гальванопокрытием. Графическое обозначение рубля в виде знака. Общий тираж 100 миллионов. Но известно две разновидности HTA и HTB. Другими словами, узкий кант и широкий кант. Официальная дата выпуска 14 июня 2014 года. Оптовая цена 4 рубля. Однако в продаже существуют цветные монеты. Поскольку это не продукт монетного двора, а народное творчество, на них мы останавливаться не будем. Ну и собственно вернемся к нашему рублю регулярного чекана 2014 года, которую и рассмотрим подробно. Первые монеты этого образа появились в феврале 2014 года. И уже в августе появилась вторая разновидность этой монеты. А именно широким кантом на аверсе, где надпись приближена к канту. За это разнообразие им дали разновидности HTA и HTB. Материал, из которого изготовлена монета сталь с никелевым гальванопокрытием. Эта монета у нас магнитная. Вы видите сейчас гурт обеих разновидностей. Он рубчатый. А теперь давайте сравним гурты рубля регулярного чекана и памятного рубля. Как вы видите, у обоих монет немножко разные рифления. Но ради интереса скажу, что у обоих монет 110 рифлений. Но они немного различны. Слева памятная монета рубля, справа монета регулярного чекана. По моим наблюдениям, в обороте встречаются обе разновидности. Но все-таки широким кантом встречается чуть-чуть реже. У меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!